Здравствуйте. Решил снять обзор на лодку Котабай 3. Покажи ее. Такой компоновки. У вас сиденья, дополнительные кольца. Ну и все, как положено. В общем, она мне понравилась. Некоторые такие детали есть, которые геморройные. Вот небольшие. Ну начнем с того, что против ветра хорошо идет. Ход хороший у нее. Сплавлялся в этом году по зелиму. По зелиму на Ку-Куараук. В основном перекате прошел. Мы потом на шуге на берег вышли. И с берега, когда мы начали выходить, попали сюда, вот на камень попали, застряли. Начали раскачивать лодку. Из-за того, что волна начала сюда наплывать, на этом части, на ту, на крайнюю, лодка поломалась. Пришлось нам как бы выпасть из лодки. Выйти на берег и обратно по календарю. Выходить. Ну, блин, на результате, под резинкой у меня лежал ремнабор, что-то я не подумал об этом. Вот здесь под резинкой ремнабор лежал. Причем два комплекта я почему-то сложил в мешок. Мой напарник, который уплыл, за резинку схватился, чтобы не утащил там на перекате. Короче, уплыл в мешок. Пришлось четверо суток на страх горить без ремкомплекта, без насоса, без клапанов лейк. Так что, ребята, два насоса, два клапана минимум и ремкомплект, чтобы был в разных мешках. И надо обязательно их припить. Так, чтобы, если один уплыл или еще что, чтобы остался, обязательно ремкомплект. Желательно вообще ключ от клапана все с собой иметь на спасике. Или обязательно все мы привязываем аккуратно. Вот это там, это самый конвертный. При погрузке, выгрузке. Вот когда мы вдвоем шли, мы вдвоем уходим обычно на сплавку. Главный наш, мой напарник, который знает реку, давно сплавляет. Впереди сидит, я сзади сидит, чтобы направлять. То есть вот сюда берем конверт, складываем, компонуем груз. Конвертом перетягиваем его, вот перетянули его на веревку. Здесь компонуем, ложим. Ну, в этот раз у нас была эта баня мобильная. И да, все дела так же мы его обтягиваем впереди. Впереди туда подносы укладываем туда весла запасную, еще чуть-чуть для жесткости у нас было. Сейчас это с детьми сплавилось, так вот, по-белу. Три дня, две ночи, вот так понравилось, хорошо. Один греб, дети никто не гребли, жена подправляла, только хруст. Сейчас вот пришел на место, сейчас возьму меня за мной. Уже город, считай, что. Туда это сплавлялся, понравилось, конкретно. Лист, ну что, лист, ну что. Лист, ну что мне нужно, я строю. Конкретно, что здесь есть недостаток, это прием. Пройди, пожалуйста. При том, что мне надо сейчас вот туда набилась грязь, вот мне надо сейчас ее протереть, просушить. Вот эти вот места, где потом, впоследствии, может образоваться сырость, кунецовый грибок, надо обязательно все хорошо вычищать, промывать, промывать, вытаскивать. Здесь все эти места, вот, вы как видите, вот здесь вот, они такие вот. Обычно на лодке такого нет, на безмогнутах усиленные у меня. Потом, что, при сворачивании лодки, при сворачивании лодки, приходится ее брать, сворачивать с двух концов сюда, в центр двух клапанов, чтобы вышел воздух. Потом перекручивать их до этого клапана, чтобы обратно сюда свернуть его. Потом приходится обратно и крутить его, как объясню. Мы отсюда, то есть мы с балловой, чтобы полностью воздух вышел, нам приходится первое сюда скрутить, потом развернуть сюда его, потом его сюда довернуть его, короче. И получается у нас воздух, как бы этот, чтобы весь вышел, это в конверт аккуратно ложилось, приходится. Вот такой есть геморройчик. Так, ну а так вообще, в принципе, вообще очень нормально. Понравилась лодка за свои деньги. Так вот, тайм принял. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...